Безусловно, безусловно, ответ, чей Крым, если вопрос ставится так, чей Крым, Крым это Украина, нет вопроса. Это было взято, положи где было взято, да, это было своровано, это не имело никаких легитимных оснований, есть референдум и так далее. Дальше вопрос в том, я об этом говорил много лет назад, что тема федерализма, которая была, которую взял на вооружение Кремль, совершенно демагогически, тема федерализма, просто не надо тему федерализма отдавать демагогам и захватчикам, но тема-то существует по-настоящему, тема существует реально. Эту тему Путин использовал для отрыва кусков территории от Украины, для того, чтобы нанести побольше, да, неприятностей, да, для того, чтобы отомстить за Майдан, для того, чтобы не допустить поражения, он все равно, оно случилось, оно случается вот сейчас уже в эти недели, продолжает случаться довольно больно для Путина и путинских партнеров на Украине, но это все растягивается на года, которые, впрочем, для истории это один момент, но это понятно было, что тема федерализма была внедрена лукавым образом для просто оправдания агрессии, но сама тема никуда не может деться, никуда не может деться. И простым возвращением, да, простым возвращением на карте, да, на всех картах Крыма и Донбасса в Украину проблема историческая не решается, решается тактическая проблема, да, безусловно. А она тоже будет решаться очень трудно, потому что, повторяю, там огромное количество уголовщины и негодяев, которые будут всячески тормозить и втаскивать в уголовную плоскость этот процесс. Но это, безусловно, нужно будет сделать. Вопрос в том, что дальше, вопрос в том, что дальше. Когда я не занимался этим вопросом, я не историк, и тем более не историк Крыма, но когда это случилось, я углубился, я поразился в степени собственного незнания, да, проблемы. И всякий раз, когда мы пытаемся карту мира приспособить к политическому интересу, это каждый раз занятие лукавое. Лукавое. И оно не, это не полноценно, это не решает проблемы. Это не решает проблемы. Это решает тактические интересы, да, тех или иных фигурантов, но это не решает проблемы. И в этом смысле Искандер говорил, и я цитирую это, он говорил это по поводу абхазского конфликта еще на рубеже советской власти. Он говорил простую вещь, земля принадлежит тому, кто обрабатывает ее. Земля принадлежит, да, тем, кто там живет. Они должны иметь возможность свободно жить и свободно выбирать. А дальше постановка вопроса 19-го, 18-го века, который сегодня существует, чье? Это вассально-феодальная постановка вопроса. Это два феодала собрались и выясняют, чье? Чья это земля? И ведут, готовы вести войну до полного уничтожения всех, кто живет на этой земле, да? Это феодальная устаревшая постановка вопроса. В пример современной постановки вопроса я уже все время называю Эльза-Салатаринге, братцы мои. Две войны кровавых. И сколько еще столкновений? Сколько крови пролито из-за Эльза-Салатаринге? Сегодня ты переезжаешь из Страсбурга в Офенбург, пересекаешь Рейн, попадаешь из Германии, из Франции в Германию или обратно. Дела никакого нет. Ну да. Ты оказался в другую. Нет никаких войн. Люди живут так, как они хотят. Сами выбирают себе власть. Говорят на том языке, на котором хотят. А лучше на нескольких, как в Швейцарии. Этой темы сегодня в мире не должно быть. Там, где она есть, мы видим Крабах. Мы видим, как уже в середине 21 века совершенно кровавый вопрос, чья земля? На которой нету одного ответа и не может быть одного ответа. Ну, Крабахи. Погрузитесь. Вам предъявят карты за какой-то год, век. Обязательно. Гибнут новые десятки. Десять тысяч человек погибло только что. Погибло десять тысяч человек за идиотский вопрос, чья земля? Не имеющий, в общем, никакого значения. Ведь значение имеет, как жить на этой земле. Можно ли азербайджанцу жить на армянской земле, армянину на азербайджанской земле? Можно ли существовать два села рядом, чтобы не убивать друга? Могут ли люди жениться друг на друге, чтобы не рисковать разрывами и смертями? Это вопрос на десятилетия. В лучшем случае, если перестать убивать, то через несколько десятилетий это затянется, это рано. А если каждый раз регулярностью в раз 20 лет, 25-30 лет снова начинать убивать, играть в царя горы, это никогда не закончится. По счастью, крымский вопрос и донбасский вопрос, это вопросы значительно менее исторически острые, чем Карабахс. Там нету никаких тысячелетий, столетий кровных, столетий войн. Там нету. Тем легче, нормально, но для этого с обеих сторон должны прийти нормальные современные политики, которые будут находиться на эльзаскалатаринском сегодняшнем уровне, европейском уровне решения вопроса с приоритетом прав человека, а не на феодальном уровне. Чье? Это для меня совершенно очевидно. Как совершенно очевидно и то, что эта тема, вот мы говорили об очередности действий, эта тема должна возникнуть после того, как, безусловно, Россия должна уйти из Крыма, и, безусловно, Россия должна на деле прекратить поддержку интервенции в Донбассе. Военную, финансовую, политическую. Вот первый шаг такой, но дальше просто я подчеркиваю, что для меня совершенно очевидно, что если ограничиться только этим первым шагом, то это означает, что мы эту мину замедленного действия просто перекладываем на поколение детей и внуков. Вот и все.